Буквально в прошлой передаче мы давали информацию, предоставленную нам отделом криминальной милиции ОВД по Вяземскому району о нахождении трупа неизвестного мужчины. И, к сожалению, сотрудники органов внутренних дел снова обратились к нам за помощью. В районе найдено еще два трупа. ОВД по Вяземскому району информирует о том, что 28 ноября 2009 года на автодороге между деревнями Новая Жавец и Камона был обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти, а именно со следами горения. Примета женщины на вид 45-60 лет, рост 180 см, плотного телосложения, волос темно-русый, размер ноги 41, была одета черная кофта, черные брюки, черные мужские туфли. Особые приметы. На женщине были одеты серьги из металла желтого цвета с камнями красного цвета, а также множественные линейные рубцы на обоих голенях, вероятно, после операции при заболевании варикозное расширение вверх, а также имелось гинекологическое заболевание миомомакты. 29 ноября 2009 года в близ деревни Горовитка Вяземского района был обнаружен труп неустановленной пожилой женщины с признаком насильственной смерти. На вид 60-70 лет, рост 160, плотного телосложения, волос русый с проседью, длиной около 12 см, была одета куртка макерчатая, красного цвета, с капюшоном, застегивается на пуговице, внутренняя сторона куртки фиолетового цвета, кофта бледно-зеленого цвета с орнаментом белого цвета, брюки черного цвета, носки коричневые. Особая примета. На передней поверхности живота имеется шрам послеоперационный по удалению желчного пузыря. На верхней челюсти зубы отсутствует, на нижней челюсти четвертый зуб, справа из металла желтого цвета. Лицам владеющих информации о личности неопознанных трупов, а также о лицах, совершивших данное преступление, просим сообщить, обратиться в Вяземский РУВД по телефону 02-422-03. Конфессиональность гарантируем. Роман Владимирович, мы видим, какая ситуация. За последнюю неделю три трупа в районе, это достаточно много. Скажите, пожалуйста, давайте четко проясним, как правильно вести себя человеку, если у него пропал родственник, знакомый. Если пропал ребенок, то нам необходимо сразу обратиться в милицию. Если взять пример, который был на этой неделе, пропала девочка, люди, бабушка сама с дедушкой искали на протяжении 8 часов, так и после этого ночью обратились в милицию. И поиски были затруднены. И ребенка мы нашли только под утро. А сколько лет ребенку? Девочке было 10 лет. Нашли ее у ее знакомой, она осталась там ночевать. А также, если у вас пропал родственник, то необходимо обратиться в ближайший отдел милиции. Роман Владимирович, если по этому поводу в милицию обращается человек, нужно ли ему при себе иметь какие-то документы? Да, необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие именно вашу личность. Для этого достаточно паспорта. А также иметь документы, удостоверяющие личность того человека, которого вы разыскиваете. Если нет паспорта, достаточно свидетельства о рождении, прав или любого документа. Также необходимо иметь фотографию разыскиваемого человека. При обращении в милицию необходимо знать, в какую поликлинику обращался данный человек, какими заболеваниями он страдал, также необходимо знать его полностью все приметы, номер сотового телефона, желательно знать модель, также принести документы на телефон. При обращении в милицию также необходимо знать, с кем общается ваш разыскиваемый человек, по поводу которого вы обращаетесь, его связи, друзья, места его посещения. Чем вы больше предоставите нам информации о разыскиваемом, тем быстрее мы сможем вам помочь. По поводу розыска обращайтесь по телефону 02 и телефон 514-01, это телефон сотрудника уголовного розыска, который занимается розыском в бедности пропавших. Роман Владимирович, а если при обращении в милицию о пропаже человека дежурный отказывает заявление, как ему действовать? В этом случае человек, который обратился в милицию, обязан настоять на том, чтобы у него приняли заявление, и дежурный обязан будет заявление принять и зарегистрировать. И соответствующим образом уже будем принимать решение.